Даду 79 представляет Проармянская пропагандистка, главный редактор телеканала Арти, Маргарита Симоньян, потерпела очередной крах на международной арене. Теперь и Польша запретила вещание Russia Today. Деструктивная деятельность Симоньян привела к тому, что российский канал заблокирован также в Великобритании, Германии, Франции. Кроме того, Арти заблокировали и в YouTube. Устроенный армянской провокаторшей беспредел постоянно ударяет по имиджу России на международной арене. Причем в большинстве случаев медиарегуляторы Европы, проводившие расследования в отношении российского канала, отмечают, что Марго ни на что не имела лицензии. Заполучив контроль над некогда ведущими российскими СМИ, благодаря армянской политической диаспоре в РФ, Симоньян циничным образом превратила их в инструмент манипуляций, льет потоки фейковой информации, которая заполонила не только российское медиапространство, но и вышла за пределы региона. Русская патриотка, в кавычках, которая постоянно пытается предстать перед аудиторией более русской, чем любой житель РФ русской национальности, формально руководит и Russia Today, а по факту занимается распилом сотен миллионов из российского бюджета под вывеской медиа-менеджмента. В середине января этого года россияне с большим удивлением встретили новость о том, что согласно утвержденному федеральному бюджету, в 2022-2024 годах государственный телеканал Russia Today получит 82 миллиарда рублей, более миллиарда долларов США. Остается только гадать, сколько из этих средств будет потрачено на телеканал Арти, сколько осядет через подставные фирмы на счетах самой Симоньян, а сколько будет направлено на лоббирование армянских интересов за счет российского бюджета. Провоцирование скандалов с региональными соседями России, разжигание межнациональной розни, в то время как официальные структуры РФ стараются делать взвешенные и дипломатически сбалансированные заявления – все это лишь часть ее подрывной деятельности. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, и вы всегда будете в курсе новых новостей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...